Привет-привет, мои прекрасные друзья! Въезжаем мы с вами в Карнобат, в интереснейшее селение. Тут очень много заводов по производству вин и ракии, но мы с вами тут не за этим. Это очень древнее, кстати, поселение. Об этом свидетельствует Карнобатский курган и поселение Маркела, римское еще. Что у нас дальше? Известный хан Кардан. Он завоевал, отвоевал о Византии в 8 веке. Это поселение, и с тех пор оно болгарское. То есть даже римская империя не наложила на него ручки, хотя очень-очень пыталась. Я же упомянула римское поселение вначале. А потом оно стало болгарское. Так, куда-то мы попали. Не туда, но это интересно. Так, город тут у нас, горы и пригорки, чтобы вы понимали. А вот то, что я вам хотела показать. Хоть мы приехали и не за этим, но если в деревне, или в данном случае, в городе живут аисты, значит, это правильный город. Они в плохом жить не будут. Вот так. Хорошо сказал. Ой, спасибо. Так редко я получаю удобрения от окружающих. Ну вот где редко, но метко, понимаешь. Спасибо за то. Не все знают, что обычно у них один ребеночек, а если у Аиста два ребеночка, это большая редкость. Да. И это сулит процветание. Если они позволяют себе уже вдвое деток, значит, тут все хорошо. Но дома неплохие. Даже сказать по-богатому. Мы едем просто так. Обзор у Ленечки. У Ленечка. Ну что, мои прекрасные друзья. С ханом разобрались. С поселением римским разобрались. Ой, с собакой сейчас разберемся. Сторожевые псы. Почти как доминиканы. Святые псы, да? Псы Господни. Так, что у нас в округе? Ну вот, все подобные дома, подобные друг другу. То есть черепица красная, красивая. И вот такие домики. Даже не знаю, что вам умного еще сказать. Хотелось бы, чтобы информация была. Ну, во всяком случае, вы знаете, что поселение старинное. В Византии не покорилось. И римская была недолго. Ну, скажем так, почти как назалежно. Вот такие они, независимые болгарские города. В данном случае это, чтобы выучили Карнобат. Так, пройдемся дальше, чтобы вас совсем усыпить. Кстати, я могла этого не делать, но так мне хочется делиться красотой, окрестностей и каким-то кусочком истории, что делаю это для вас. Я вызываю какое-то нездоровое любопытство у местных жителей. Видно, мало кто делал очерки об этом селении. Но ничего, кто-то должен был быть первым. Вот я буду первым. Как импрессионистом, когда изобрели краски в тюбиках, вышли на пленэр. Ну, вот я такой импрессионист, который вышел на улицу и вышел и делает очерк о волшебном городе Карнобате. Наверное, насиль надо закончить, чтобы вы спокойно занялись своими делами, а диванные эксперты сказали свое весткое слово. Я люблю военно-диванные войска. ВДВ. Ну что, друзья мои, повеселимся? Закончим красивой травой. Яснотка. Почва покровная. Полезная. Одуванчик. Молодильная травка. Если кому будет интересно, дам очерк об этих полезных травах. Ну что, обнимаю вас карнобатской любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.